По постановлению губернатора в крае введен режим самоизоляции. Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На период действия режима повышенной готовности запрещается посещение парков, скверов, детских площадок, набережных, стадионов. Закроются парикмахерские салоны красоты. Приостановят деятельность стоматологических кабинетов за исключением случаев оказания экстренной помощи. Приостанавливается деятельность организации бытового обслуживания, риэлторских контор, автомоек и автосалонов. С 1 апреля перестанут работать все ярмарки и рынки. Контроль за исполнением данного документа ведется и непосредственно нашим управлением по торговле. Мы проводим регулярные рейдовые мероприятия. Специалисты, ответственные на местах в сельских поселениях, также выезжают. У нас сегодня создается мобильная группа, в которую будут входить и волонтеры, и представители общественности, добровольных народных и дружин, казачества, которые также будут выезжать и проводить осмотр мест массового скопления людей. И в случае выявления нарушений на предприятиях, в том числе общественного питания, они будут информировать и нас, и в дальнейшем органы Роспотребнадзора. В случае, если какой-либо объект будет допускать нарушение данного постановления, то органами Роспотребнадзора будет принята мера по приостановлению деятельности до 90 суток. В нашем районе большинство руководителей предприятий с пониманием отнеслись к требованиям. Гостиницы, детские развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, многие магазины приостановили свою работу. Предприятие общественного питания работает только на вынос и доставку заказов. На данный момент мы работаем в режиме на доставку и на вынос. Гостей, к сожалению, мы не принимаем. Также соблюдаем все меры предосторожности. То есть, если гости приходят заказать на вынос, есть антисептик для обработки рук. Меню мы дезинфицируем после каждого гостя. Сами же работаем в перчатках и в масках. Также есть у нас бесконтактная доставка, если гости переживают по поводу нашего здоровья. Стараемся работать сейчас в сокращенном режиме, то есть количество сотрудников не превышает 5 человек. Продолжат свою работу в обычном режиме аптеки все продуктовые магазины, а также точки, где продают непродовольственные товары первой необходимости. Что касается наличия продуктов питания в наших магазинах, можно заявить с уверенностью, что продуктов у нас точно хватит и дефицита мы испытывать не будем. Мониторинг регулярный показывает, что да, действительно спрос вырос, и мы с сетями сегодня это обсуждаем. Мы понимаем, что они увидели на себе определенный спрос товаров. Они не ожидали, конечно, но оперативно пересмотрели графики поставок продуктов питания. И в целом продукциями сегодня обеспечена. Товаров хватит, паниковать ни в коем случае нельзя. То, что продуктов действительно достаточно в славянских магазинах, мы убедились лично, проехав вместе со специалистами управления по торговле по некоторым из них. Представленный ассортимент большой, все санитарные требования исполняются. Ставка товара ежедневно осуществляется. Продукты, в принципе, у нас все свежие, дефицита товара нет. Какого-то глобального подъема цены у нас тоже как бы нет. Все вполне нормально, персонал обслуживающий весь работает в масках, в перчатках, как бы все дезинфицируется, все нормально. Согласно постановлению губернатора, жителям рекомендовано находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. На улицу можно выходить только за покупкой продуктов, лекарств, чтобы вынести мусор, погулять с собакой, а также добраться до работы. В остальных случаях лучше поберечь себя и своих близких и остаться дома. Уважаемые граждане, жители и гости города Славенска-на-Кубани и Славенского района. Убедительная просьба. Останьтесь дома. Прекратите прогулки. Не посещайте общественные места, парки и скверы. Не собирайтесь группами. Воздержитесь от объятий и рукопожатий. Абсолютно любой гражданин может оказаться распространителем вирусной инфекции. Самое безопасное сейчас – это побыть дома. Особенно нужно быть внимательными и осторожными людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано вообще не покидать своего дома. Помощь в покупке необходимых товаров могут оказать родственники или волонтёры. В крае заработала горячая линия по оказанию помощи одиноким или маломобильным пожилым людям – 8 800 274 37. Круглосуточно будет работать и горячая линия администрации района – 4 11 12, а также телефон славянских волонтёров – 8 918 011 95 11. Кроме этого, по поручению губернатора с целью информирования жителей Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции создан единый телефон – 8 800 707 07 11, по которому можно задать все интересующие вопросы. Эпидемиологическая обстановка в Славянском районе находится на постоянном контроле оперативного штаба под руководством главы района Романа Сенеговского. В составе штаба – представители Роспотребнадзора, Славянской ЦРБ, сотрудники полиции, заместители главы района, главы поселений, руководители административных служб. Заседание штаба проходит в ежедневном режиме. По состоянию на 31 марта на 14-дневном режиме самоизоляции в нашем районе находится 162 человека. Соблюдение режима самоизоляции регулярно контролируется ответственными службами. О результатах работы главы поселений ежедневно докладывают на заседании штаба. Четыре человека, одна семья, три человека. Уже давно, наверное, к концу симптомов нету никаких, скоро будет выходить. Не нарушают, все нормально. И четвертый – это Сталки, Черный Ерик, тоже нормально. Не надо, вот я, то с Роспотребнадзора. Тоже по наблюдению. Никуда не выходит, режим соблюдает. Жители, прибывшие в район и за пределов России, проходят обследование. В результате обследования три человека помещены в инфекционное отделение Славянской ЦРБ с подозрением на коронавирус. Результаты анализов ожидаются. Эти люди находятся под наблюдением врачей. Каждый, вернувшийся из-за границы, будет взят под особый контроль. Вы поняли, коллеги, главы, что соблюдение режима – это на вас, на нас с вами. Я еще раз говорю, Сергей Александрович, свою работу знает, мы ему подсказывать не будем. Просоренко свою работу знает. Это наша с вами работа – соблюдение режима, списки и, прежде всего, контролировать, чтобы люди находились дома. Также будет взято под контроль соблюдение постановления губернатора, касающиеся ограничения посещения жителями общественных мест, парков, детских и спортивных площадок, работы учреждений торговли. Главное на сегодняшний день, помимо обозначенной работы с лицами, которые приезжают, главное – это то, чтобы в режиме повышенной готовности, то, что не должно не работать, должно не работать. Главное, чтобы люди не ходили, не играли и не собирались все вместе. Значит, все должны изолироваться сегодня по постановлению губернатора. И главное – обращать еще внимание на лиц пожилого возраста. Вся информация о нарушениях режима самоизоляции, о вновь прибывших в район, о неисполнении постановления о пристановке работы учреждений торговли и общепита должна своевременно передаваться в штаб для дальнейшей координации работы и оперативного принятия решений по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Две основные задачи ваши. Списки – раз. Отслеживаем на самоизоляции – два. И третье – дежурство по разобщенности населения. Парки, площадки, скверы, улицы. И пошли, 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 пошли. Это наша сегодня основная работа. После завершения заседания районного штаба стало известно, что по решению губернатора на Кубани введен карантин. Он вступит в силу с 18 часов 31 марта и продлится по 5 апреля. Сейчас готовится соответствующее постановление. Жителям и отдыхающим запрещено покидать места своего проживания за исключением жизненно необходимых случаев. Передвижение личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Также созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц территорий общего пользования муниципальных образований Краснодарского края. За несоблюдение режима будут штрафовать. В городах и районах будет проведена дезинфекция парков улиц общественного транспорта. Всю достоверную информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории нашего района, края, предпринимаемых мерах с целью предотвращения распространения инфекции, можно узнать на сайте администрации района slavinsk.ru в разделе «Коронавирус». Субтитры создавал DimaTorzok